Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Мankind Divided. В прошлый раз я не смог вытащить живым Талоса Рукера, он немножко умер случайно, и я вернулся в Прагу, теперь уже вечером, и мне все еще, наверное, стоит попытаться зайти к... как его зовут? Хотя на карте, скорее всего, этого нет, к Колеру. Потому что он вроде как говорил, что он вечером появится там. Так что я хочу это для начала проверить, ну и потом у меня есть еще пара сайт-квестов. А где метро? Я не помню уже, где тут метро, но, наверное, где-то в этом направлении есть метро, возможно? Нет? Да, это, это, да, это главное, вот эта вот станция сойдет. Ну, посмотрим. По крайней мере, может быть, я что-то еще в той части карты сделаю. Окей, я все еще не знаю, что там, и можно ли туда... нет, я знаю, что можно сюда попасть, но я не знаю, что здесь находится, может быть, что-то интересное. Так что надо посмотреть за ящиками ничего, я видел ту вентиляцию, но, может быть, еще и на этой стороне что-то. Нет, нет. Ну, тогда тут только вентиляция, которая, правда, все равно может быть чем-то интересным. Ну, или нет. Туда я, наверное, и сам попасть могу. Ну, еще вентиляция. Куда она меня приведет? И зачем она здесь? Меня будут здесь пытаться убивать когда-то? И мне нужно будет через вентиляцию стеусова проходить мимо... мимо тех, кто будет пытаться меня убивать. Возможно. Может быть, и нет. Может быть, тут просто так вентиляция. Она еще и закрыта была. Хотей. Туда я попасть не могу, ну и хрен с ним пока что. Так, ладно, как туда проще всего? Вперед и направо. То есть туда. Окей. Тут все еще все поломано. Видимо, да. К нему, конечно, был еще вход через канализацию какой-то. Через которую я выходил в прошлый раз. Но я не помню, где это было. Также, по-моему, здесь было светлоу в прошлый раз. Не уверен насчет этого. Ну, то есть, понятно, что был день, но, по-моему, в помещении это как бы не сильно зависит, день или не день. Нет. Он тут так и не появился. Вот, я зря сюда приходил. Нет, я не зря сюда приходил. Я приходил сюда за отмычкой. Это и был мой план. Прийти сюда и взять отмычку. Что это? Как туда попасть и зачем? А. Так, как попасть нашел? Зачем, видимо, тоже. Детали. Электронная книга. Плодихром. Это что-то... художественная. Если хотите, можете запаузить и прочитать. Ничего особенного важного. Батарея это что-то слегка важное. И это... Третий уровень безопасности. Я могу взломать руками. Ну, я могу попытаться взломать руками. Получится или нет, это другой вопрос. Получилось. 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 На какой-то там арт получить или еще какое-то говно бессмысленно. Ничего влияющего на игру в них нет, насколько я знаю. Ну, еще детали. И еще бридж. И еще всякая фигня, которую я не подбирал в прошлый раз. Это я, по-моему, уже читал. По крайней мере, я помню, что я что-то про семью двали читал. Но, видимо, больше мне здесь делать нечего. К сожалению. Ну, еще детали. Окей, и тогда, получается, у меня во всем этом районе делать нечего? Или... Или как? А где рядом с опергруппой? Упс. Важные объекты. Это тоже не ясно где. Показать на карте. А, окей. Как минимум, не в канализации. Понятно. Зум, почему ты такой медленный и идиотский? Там. И второе там. И мне, в принципе, тоже примерно туда. По всем моим квестам. Ну, то есть, да, на этой стороне мне делать больше нечего. Я хочу, наверное, попытаться заглянуть в сторону... Во-первых, я хочу заглянуть в квартиру Дженсена и выложить всякий хлам. Потому что там есть ящик, в который я не туда иду. Да, я определенно не туда иду. Точнее, я примерно туда иду. Но не совсем. Там есть ящик, в который можно выложить всякий хлам. И у меня есть всякий хлам, который можно выложить. Всякие патроны к тому оружию, которого у меня нет. Там, или, возможно, само оружие, которое я не очень хочу сейчас использовать. Сейчас посмотрим. Окей. Так, тут у меня уже куча всего лежит, конечно. Мм, это можно забрать. Это тоже можно забрать. Это тоже можно забрать. И это все можно забрать. Вместо этого можно выложить. Что? Хм, а что действительно можно выложить? Гранаты можно выложить. 23 батарейки, офигеть. Один стак патронов, наверное, можно выложить. И может быть один стак обычных этих патронов? И это определенно мне не нужно. Шоковый пистолет. У меня всего один стак. Для Тайфуна, для Теслы. Да, наверное, так. Как много у меня всяких расходников, типа гипостимов. И батареек. Наверное, надо ими активнее пользоваться. Но хотя бы места стало больше. А я... Даже не знаю. Я не хочу выкладывать 10-мм пистолет, потому что он полезен. Он единственное с ЕМП-патронами. У меня сейчас доступное оружие. Боевая винтовка и копье, в принципе, делают одно и то же. Убивают дронов для меня в данный момент. Но, мне кажется, боевая винтовка более эффективна будет против обычных людей. Возможно, мне стоит выложить парализующий пистолет. Я им не очень активно пользуюсь. Он не дальнобойный. И... В принципе, транквилизатор на винтовку примерно то же самое делает, но медленнее. А, он... Окей. Тут у меня их много. Пожалуй, я так и сделаю. Револьвера я хочу потестить немножко. В боевых условиях. То есть, когда мне нужно будет кого-то убивать в следующий раз. Активно. Я буду пользоваться револьвером и, может быть, этой винтовкой. Чем-нибудь таким. Ну, остальное все, видимо, придется оставить. Тут, конечно, куча всего продаваемого. А, вот эти вот дымовые гранаты мне вряд ли понадобятся. Окей, места стало побольше. А что я могу сделать здесь? А. Понятно, я думал, это что-то квестовое. А это всего лишь возможность дистанционно включать-выключать монитор. Что там за вопли внизу? Или они не внизу? Окей. Открыть что-нибудь я могу? Ну, то есть, я могу? Ну, не так. Я мог бы еще попытаться обыскать все, что вокруг происходит. Невозможно, я даже хочу это сделать. Нет? Что там копы делают? Ну, видимо, игноурят меня. Тут я могу стену сломать. Терминау закрытый. Я не думаю, что если я его буду взламывать, копы на это хорошо среагируют. Электронная книга. Доктор Таус Рукер. Аугментированные это люди. Они должны иметь все те же права, привилегии и официальное признание, как и все другие человеческие существа. Но сейчас они их лишены. После первой волны горя и неопределенности можно было ожидать, что аугментированных наконец признают теми, кем они являются на самом деле. Жертвами, пострадавшими и не меньше прочих. Вместо этого их лишили прав и свобод, как будто приписываемые им грехи на самом деле являются частью натуры аугментированных. Стало предельно ясно, что изменить существующее положение без координированных действий изначительного числа людей невозможно. Необходимо сформировать группу активистов, которые встанут на защиту фундаментальных прав аугментированных, и сформировать ее нужно немедленно. Окей, Талос. Ты мертв, конечно, но окей. Что здесь вообще происходит? Ну, полезные вещи здесь происходят. Уже хорошо. И вентиляция. И вентиляция. Так, и что мне это дает? Вот, куча деталей. И карманный секретарь, который когда-нибудь... Когда-нибудь я смогу открыть. Да, вот сейчас, например. Ньюджин, все, что мне удалось... Вот что мне удалось для тебя раздобыть. Разные медицинские препараты, которые ты просил. Список в контейнере, в том числе вирусный биоматериал для нашего запаса BSL-2, с которым нужно соблюдать обычные предосторожности. Я не смог взять химические реагенты, так что тебе придется импровизировать. Прости, лишних не было. А я и так по краю хожу. Ха. И тут еще всякие интересные... ...вещи. Нет, детали это не очень интересные вещи. В соседнем... ...хранилище всякие интересные вещи, судя по... ...судя по тому, что там видно. Но в него, к сожалению, я спрыгнуть не могу, и... ...провомить стену я тоже не могу. И все, здесь больше ничего нет. Ладно. Извини, чувак. Я разве их там не вырубал уже в прошлый раз? Они сриспаунились? Что вообще происходит? Почему люди риспауниться? Тут, по-моему, был торговец. Торговец это хорошо, потому что... Нет, не тут. Возможно, выше этажом был торговец. Где-то здесь был торговец, по-моему. Торговец это хорошо, потому что мне продать нужно кое-что. Нет, здесь тоже нет никакого торговца. Ниже этажом был торговец. По-моему, это... ...жилище... ...хозяев этого склада. Интересно. Очень интересно. Деталей везде полно. Ящик. Фриз какой-то почему-то. Бывает. Труп. Хм. Интересно. Нет, я хотел детали подобрать. Еще детали. И электронная книга. Бухмашина окинул взглядом пустое пространство в поисках своих людей и бедных, униженных, отвергнутых обществом. Почему же их изгнали? Потому что они иные. Потому что они пострадали, иногда защищая тех самых людей, которые отвернулись от них. Гонители хотели, жаждали считать их вещами, сломанными вещами, непригодными для этого мира. Они не были так уж не правы, потому что аугментированные действительно иные. Они избранные. Бухмашина говорит с ними. Он говорит им о следующем витке эволюции. Он приглашает их отрынуть грязь этого мира и отправиться по пути сингулярности. Окей, это... Наркоман из церкви Богомашина. Это многое объясняет. Это очень многое объясняет. Я попробую еще раз. В принципе, мне в любом случае нужно хакать эту сторону. И она в любом случае меня детектит, что ли? Стоп, одна попытка осталась или сколько? Она так не обновляется? Нет. Допустим, скрытность. Сойдет. Всего лишь опыт. Но опыт это хорошо. Так. Меня отлучили от церкви. Владелец этого адреса заблокировал все входящие сообщения с вашего IP-адреса. Я пытался использовать центральный компьютер, но не смогу залогиниться. Теперь мне сообщают, что в церкви меня больше не рады. Знаю, что мать расстроилась, когда я заговорил о ней с ней о своих сомнениях. Но отлучение? У меня просто нет слов. У меня не просто какой-то там кризис веры. Она обвинила меня в том, что я подаюсь сомнениям плотских, но я все еще верю. Чтобы помочь себе построить то, что нам необходимо, я полностью изменил свою жизнь на 100% предматери и вознесению. Но когда я в последний раз проверял вычисления, кое-что не свожилось. Я ведь понимаю, что в таком деле ни в коем случае нельзя полагаться на удачу. Если я действительно где-то ошибся, мне нужно время. Иначе я не могу быть уверен, что вознесение состоится. И с нашими братьями и сестрами не случится ничего ужасного. Я не ошибался, теперь я это вижу. Я перенервничал во время проверок. Мать была права, это скорее научный кризис, чем кризис веры. Тогда у меня просто голова пошла кругом, но сейчас я все прекрасно понимаю, все сработает. Я даже не понимаю, как я мог в этом засомневаться. Если код может саморегулироваться на протяжении всех процедур, значит я ищу проблемы там, где их нет и быть не может. Мне нужно несколько часов, я хочу провести пару проверок. Включить ядра собирателя на половинную мощность, если он выдержит нужный диапазон, не выдаст диссонансы или вибрации, можно будет начинать, как только мать скажет, что пора. Пожалуйста, позволь мне вернуться и уйти вместе с моими братьями и сестрами. Я могу только мечтать о том, как чудесно быть единым со всем сущим. Я думал, так жестоко избавляются друг от друга только астронавты, но не, дети бога, машины. Все должно было быть не так. Ради церкви я отрезал себе руки. Я, на живую, отрубил себя от общества плотствих ради того, чтобы строить для нее. Окей. Возможно, это потом будет, ну, в смысле, церковь бога машины, потом будет важным каким-то элементом. Или, может быть, нет, или, может быть, какой-нибудь ДЛЦ будет. Не знаю. Посмотрим. Я сначала продам тебе все, что у меня есть, а потом, наверное, я куплю праксис, если ты его действительно продаешь. Так. Это восемь штук. Это десять штук. Так, нейропозин я не буду продавать. Absent, окей. Больше ничего у меня на продажу нет. Интересного, правильно? Я могу быстренько вернуться, принести всякие Тесла-патроны и прочее. Посмотрим. И лазер можно приделать на револьвер, наверное, но пока что не нужно. Про десять тысяч, да он охренел. Ну ладно, их все равно девать некуда пока что. Деньги в смысле. Что за хоня? Наркоман, что ли? Я у меня все, что я хочу. Попадай, тогда. В следующий раз, может быть, не попадай. Био-селл, тейн-силер. Окей. Стоп, почему мне пишут, что доступно в кошельке куча денег? Потому что оно еще не обновилось, понятно? Я не уверен, куда я буду тратить весь этот праксис, но куда-нибудь найду. Праксис есть, куда потратить обычно. Так, тут... Нет, тут ничего не было. Тут было. Это и это. И, возможно... Нет, для гранатомета пусть лежат. Тайфуна я точно не буду использовать. Тесла... Я не уверен, что, зачем и как, но посмотрим. Да, блин, опять я не туда зашел. Продать... Патроны Тесла, дешевые. Тайфун дешевые. Апсент, пофиг. Ну, хотя бы немножко денег я себе вернул. Не репозин можно продать, конечно, один или два. И получить еще кучу денег. Но... Он может для другого пригодиться. Я все, что я нуждаю. Бульяцкие юбки. Окей. Хм... Черт, тут окна закрыты. Это нечестно. Я хотел зайти. Ну, ладно, поехали в сторону другой повоенной локации. Окей, по-моему, я на этой станции еще не был. На какой-то станции я еще не был, вроде бы. Или, может быть, я везде был? Ну, есть ли здесь что-то наверху? Ничего. А хотя, вентиляция там есть. Так что, что-то наверху действительно есть. И спуск в канализацию или куда-то просто ниже. Это интересно. Я покидаю запретную зону. Окей. Не уверен, что это действительно так уж интересно. Ну, и здесь куча электричества, через которое я нормально... Ну, нет, я могу пробежать. Как мы в прошлый раз выяснили, просто бегом. Почему мне попробовать? А, нет, урон, урон. Что мне делать? Хм. Это не открывается. И пароля у меня нет. И рейтинг безопасности 5. Окей, пока что проигнорирую это. Хм. Это стена. Пока стена. Неплохо. Очень неплохо. И все, больше ничего здесь? Какая-то странная канализация. Какая-то... Упс, это не карта. То есть это и карта тоже, но так проще. Какая-то очень странная канализация. Я все-таки открою это. Отмычек хватает пока что. Дробовик, патроны, к шоковому пистолету не нужны. Боевая винтовка пригодится. Детали для сборки. Минная основа, бронебойные патроны. Пистолеты и стандартные патроны. Ну ладно. Чей-то тайный арсенал в канализации. Обычное дело. Совершенно обычное дело. Так, я думаю, выходить не через вентиляцию это не самая лучшая идея, потому что меня могут услышать, увидеть и все тому подобное. И сагрится. Говорят, есть человек, который может помочь алгам обновить пропуска. Не знаю, насколько это законно, насколько надежно. Другого варианта у тебя, по-моему, нет. Ага, это про Драгомера. Это я уже выполнил. Уже нет человека. Тут что-нибудь? Вентиляции нет. Предметов нет, но я и не ожидал. И тут тоже ничего. Окей, где и что здесь интересного и важного? Так, карта вот она. Ага, там. И это... Матей. Продолжение следует... 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 Так, ну... Что здесь еще есть? Мне наверх нужно, это я понял. Но тут нет запретных зон. Ну, логично. Есть ли здесь всякие вентиляции? Это другой вопрос. Так. Ничего. Увы. Не так ничего интересного. Ну, кроме всякой фигни на втором этаже. Так, мне туда. Всем абсолютно пофиг, что к ним кто-то заходит. Ну, ладно. Это кто-нибудь ведет или это просто... Окей. Видимо, это просто. Именно их персонажей нет. Ничего полезного нет. Ну, деньги. Просто так валяются. Кто оставляет просто так деньги? На диване валяться. Окей, здесь ничего нет. С этим чуваком, наверное, стоит поговорить. Нет? Нет. С этим чуваком не стоит поговорить, потому что он не хочет говорить. Окей. Так неинтересно. Там куча народу, судя по карте. Там куча... А, там просто так сидит куча народу. Окей. Это выглядит как потайной вход, выход. Как это назвать? А, запретная зона. Газета, пистолет, терминал. И больше ничего. Ладно, я пока подожду. И закрою обратно все. Масса Кадлик. Я, я, че, в чём я, в чём я. Я думаю, что все важное. Но ты... Ты, я не знаю. Не знаю. Может быть, я не важен. О, пожалуйста. Вы видите себя в Амире lately? В остальном, я имею слабое обращение. Это важно для мамы. Мама не будет приятно, что я в этом месте. В реальности? Я не могу представить почему. Готовая время никогда не отдаёт ни одного. По-моему, тут что-то не то с переводом. В этом. В этом. Допустим. О, но я так скажу, металл-мэн. И мои слова — права в моем доме. Так что расслабься. Смейте себя. Это очень приятное место. Приятное место. Приятное место? Реда Курина — это бизнеса семьи. Мой сын сын работает в баре. Мой сын сын работает в баре. Мой сын сын находится в секунду. Ведите на неделю, и вы встретите одну из моих ницей, Егнешка. Она из-за лейт-шоу. Видите? Здесь ничего не приходит в семье. Я понимаю, что ваша семья очень важна для вас. Это может быть человеком Доминик? Ах, я не думал, что вы были здесь. Я не думаю, что вы были здесь. Поехали. Эта клуба моя конфессия. Поехали. 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 Поехали у него. Поехали, темно, не надо. В же время, я слышу, что один из Девали-менов хочет вернуться с меня. Какой ровной. Он помогает тебе. Если он помогает тебе, ты помогает ему. Я думаю, что Доминик с проблемой? Доминик несет ли путь по себе и по его семьям. Мы с Agreementем делаем нас за эту традицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Понимаете мой взгляд. Но сначала, я должен его вверх. И что ты имеешь в виду? Мои руки поднимутся к политике. Ты, я думаю, у тебя, как будто бы кто-то устанавливает по поводу политических проблем. Может быть, ты мог бы... уничтожить Доминич. Я хочу понимать это лучше. Что делает Доминич ваш... у нас проблема? Sometimes the valley operations need sharp young toughs who can wave a gun. And sometimes they need men who can look good in a suit and make allegiances. So which type is he? I made an arrangement for Dominic. I found him a woman. Found him a place away from all this. Where he was useful to the family. But he thinks he knows better. He thinks like Radich Nicolaz. He's a runaway groom. You wanted to marry him off. He wants to sit at the kingpin's table. And this costs you, doesn't it? You're very perceptive. Dominic is disposable to Radich. But to me, he can bring a more capable wife into the fold. My fold. Well, let's say. Well, let's say. Alright, where's Dominic now? What do you want me to do? They call it Hotel Narikala. An old Georgian joke. One of Radich's safe houses. Dominic knows we cannot interrupt Radich's hospitality. That's where I come in. It's heavily guarded, I assume. And surveillance systems. Alarms. This is the boy. So I sneak into this building, find Dominic. Tell him he's expected back home. No. You get in, you incapacitate Dominic. You bring him out and leave him in a cozy storage locker. No one can see any of this happen. You want me to knock this guy out and drag him through a building full of Radich's men, undetected? You're kidding, right? Where I am from. Abduction of the bride was a time-honored custom. So you think of this as an act for equality. You'll know Dominic by his tattoo. Do not bring me the wrong man. Okay. This is why we are away from us. This is why we are away from us. So, well, I still want to look here. And... And... ... 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 Рыбовику и деньги. Ну, не уверен, что это того стоило. Ну ладно. Самый зад всегда... Да, блин, проскролись это здесь. Всегда стоит на стороне правды, поэтому мы считаем величайшим событием в Праге за последние 15 лет, а также самым досадным. Ага. Открытие в 17-м году банка Полисейт дало толчок экономики нашей страны, вернуло Прагу на мировую карту и улучшило качество жизни для всех нас. Но так ли все на самом деле? С тех пор за стенами организации скрывались тысячи компаний и их владельцев, нарушая законы и принцип прозрачности бизнеса. Однако дороже всех за высочайший уровень секретности платят вовсе не глобальные корпорации. Недавно одна из сотрудниц банка попыталась похитить конфиденциальные сведения и была ликвидирована система безопасности. Гордые родители Полисейт, Тауар и Ашира представили это как печальный случай, доказывающий, однако, надежность их хранилища сейфов. Так. Почему оно дальше не скролится? Какой неудобный интерфейс у этого всего? Правда, это или очередное перекрытие, но тот факт, что сотрудники банка могут получить доступ к самым большим их секретам, должен беспокоить клиентов. Пока же ясно только одно, если вы решили хранить свои тайны в банке Полисейт, постарайтесь не забыть свой пароль. По-моему, это я уже читал все. Да. Определенно. Ну, в смысле, все, что на правой стороне проявили зубово. А! Я сдвинул дверью. Мать ей. Почему меня все еще сюда показывают? Не ясно. Ты мне что-нибудь новое скажешь? Нет. Ну ладно. Ммм, я здесь еще не был. Но здесь вероятно есть что-то интересное. Ммм, зато батарейка. А, это дверь, оказывается. Так, ну... Куда мне теперь нужно идти? Почему он так плохо скролится? А, у меня нужно идти туда. Я не уверен, что я хочу. А пойду, наверное... Не знаю даже. Наверное, я закончу видео на этом сегодня. И в следующий раз я, наверное, пойду туда, а потом уже всякие там квартиры ученых осматривать. Звучит, как хороший план. Или, может, сразу сюда заглянуть. Ладно, я быстро сюда просто загляну, посмотрю, как там насчет входа. Окей, со входом проблемы. Но там есть канализация. Тут, кстати, что? Добро пожаловать в Ирисовый стул, парень. Пусть один, и я увидел, что мы можем сделать для тебя. Ирисовый стул. Качественный номер. Очень эволюционный. Мне нравится думать о том, что это будет. Окей, ничего хорошего. Тут просто нижний этаж. Ничего интересного. Так, я случайно достал это? Не открывается? Это не открывается. Ладно. Я тогда посмотрю, что в канализации происходит, и потом закончу видео. Закрыто. Рейтинг безопасности 4. Окей. И... Так, а здесь что-нибудь? Может, я вижу, что здесь какие-то коробки? Нет, коробки это просто коробки. Они мне не помогают. А, зато здесь есть лестница. Она мне, возможно, помогает. Не уверен, каким образом. Потому что в окно я все равно не могу зайти здесь. Сюда спрыгнуть. Сюда спрыгнуть. Оу. Ха. У меня даже и никакая... ...канализация не нужна. Я могу просто зайти через окно. Какое читерство. Не знаю, зачем я подобрал патроны к дробовику. Ну, потом выкину их когда-нибудь. Окей. Ладно. Тогда все-таки остальное в следующий раз. Наверное, я все же через канализацию пройду. Потому что там как-то толпа сразу за дверью. Ну, а на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо. Окей. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.